Ну что, ребята, очередная часть интереснейшего выхода, где мы посмотрели первый день классной находки, просто-напросто шедевры, складень, пряжечка, копеечка 25-го, медаль, в общем, интересно получился выход. Так что, ребята, если видео продолжается, ждите следующую часть. Будет еще круче тем, что будет битва. Битва всех приборов против Ваниши, Ваниша 540-го. Так что, очень интересно будет посмотреть, в частности, новичкам, но также и старичкам. Я удивлен, потрясен. Надеюсь, вы тоже будете. Пишите комментарии, если битву вы посмотрели. И что там не так, потому что первый тест я делал, парни собрались, и мы решили устроить битву. Битва получилась нормально, по глубине. Ну и Дэвус там начал возмущаться, типа того, на замусоренных местах я тебе утру нос. Паша говорит, что на загрязненных местах, на замусоренных, я вас всех уделаю. Но я решил сделать еще один тест по замусоренному месту. Вот так, вот если железо. Уже не видит. Все, ребят, не видит. Охрененно видит, ребята. Железо, серебро, железо, серебро. Это человек, который впервые взял Ваниши. Паша, скажи теперь чистое свое мнение. Хороший прибор? Хороший, хороший. Вот, ребята, это владеец Дэуса, который владелец Дэвуса. А Ваниша говорит, что он хороший, хороший. Хороший, хороший. Я вот ставки делал на Дэвус, но почему-то немного он это, мягко сказать, обосрал. Утер нос Дэвусу я с Ванишем. Так что смотрим видеосюжеты. Все у меня интересные, все полезные. Так что продолжаем. Приятного вам просмотра. Итак, ребята, сегодня очередной повод поздравить одного комрада нашего сообщества поиска 63. Это Серега, который копает с нами очень часто. У него вчера был день рождения. И мы от лица своего, вот нашего вот круга, мы решили Серегу поздравить. Поздравить именно с датой и поздравить вот именно вот таким вот специально подобрал детский такой девчачий бантик. Ну, понимаешь, я с юмором подхожу. Блин, я сейчас покраснею вообще. Я вижу, Серега, под цвет построить. Давай, давай. Блин, спасибо, пацаны. Можно прямо сейчас открыть? Да можно. Не просто открыть, можно... О, зверь, зверь. Ух ты! Квас! Смотри, что, Ерик. Он уже с логотипом. Все пальцы себе обколол, Сережа, пока пришивал его. Ну-ка. Блин, ребят, пока мы выпиваем, Сергей примеряет. Ребят, я сейчас расплачусь, вот честное слово. Не плачь, не плачь, не плачь, иди оденься. Пойду примерю. Все, ребята. Итак, ребята, подарок мы сделали. Серега примерил. С размерами я угадал. Прям все шикарно. Итак, ребят, решил это запечатлеть. У нас Татьяна решила пострелять из автомата. Автомата Калашникова. Серега проводит инструктаж. Да, в плечо, в плечо. А то грудь отбежь. Станет больше. Будем боевые уготовить. Когда ты его возьмешь, палец только в руках. Ребята, девушка будет в первый раз стрелять из автомата. Отдача у него, как у настоящего. Пока. Все начали. Будет громко. Даже Кинг будет кричать. Гавкать. Опа, в чью-то машину попало. Еще давай. Еще вот это залезаем. Не, 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 он уже взведен. Это верхнее. Молодец, молодец. Чего-то машину засыпало. Давай, нажимай и держи. Да ты че? Давай. Нажимай и держи. Танюшка. Теперь мы будем копать гильзы. Да, ребята, зажигаем. Молодцы, красавцы, красавцы. Танюха, давай, зажигай, Танюша. Король его танцом. Полот. Король его танцом. Молодцы. Колот. Король его танцом. Молодцы. Колот. Король его танцом. Полот. О! Итак, ребят. Доброе утро. Вчера я как бы внезапно прекратил съемку. Не попрощался с вами Ну, просто вчера Мы с Серегой вдвоем Остались За столом Не на шурфе, нигде, а за столом, ребята В общем Проснулись мы сегодня От холода Замерзли с Кингом Жесть Хотя Кинг не знаю, но я замерз Ну и проснулись Все уже Копают Вон они, бля Раз, два, три, три комрада копают Двое За столом Где-то еще двое Короче, не пойми Разбежались кто куда В общем, сейчас действительно пойдем Копать, ребят, потому что вчера я Испытывал прибор Ваниш 540 Верха Собрал верховых достаточно много Находок Ну, а сейчас пойду, наверное, пошурфлю Либо Ванишем, либо Аськой Так что, приятного вам просмотра Находки, я думаю, будут Смотрим Итак, ребят, подошел я К фундаменту Терочников Терки 705 Диман, смотрите, как шурфит, блин Как археолог, блядь Все практически как по ниточке Колечко Колечко, да Круглые предметы Они так и сигналят Я что, говорили У него хорошая здесь находка была Ух, да, ребята Я хочу вам сказать Не часто для мест здешних Такой вот классный крест Старообрядческий На этой деревне один такой Поломные находили и все А у меня на практике нет таких крестов Зачетно Зачетно Копеечка тоже ждем здесь? Да Вот копеечка 1895 года Вот с этого фунда я вчера Верховые поднял Пятак 1869 Затем вот здесь вот Замочек И копеечки тоже были Две штучки Ну и серебруха Здесь вот где-то я зацепился Ну и сейчас тоже к пацанам подхожу Что-то засигналило Глубоко Показывал Парибо Но ямка не глубокая Может быть она как-то стояла Она возможно боком стояла Из-за этого прибор показал глубоко Копейка 1903 год Вот такая очередная монетка Блин с одного фундамента ребята Все лезут Верховые лезут Там еще вон парни приехала делегация Говорят тоже оставались с ночевкой Но в начале деревни Говорят слышали? Что здесь орала музыка Блин Сектор газа Блин Они не могли поверить То что возможно здесь Просто-напросто Эти какой Пастухи Сектор газа Блин Зажигают Нет Это мы вчера зажигали Вот так вот Кингулька В норме Все нормально Идем копаем Продолжаем Ну что ребят Очень чистый сигнал был Ямка не глубокая Но монета Вот она Вот она монета Сейчас мы посмотрим Это у нас серебро 20 копеек 1923 год В принципе такой Вроде как И бодренький Но по-моему даже Гурт Разбальцован Немного Ну это серебро РСФСР Приятная монета Ищи Ищи серебро Ищи Ищи серебро Ладно Пойдет Пойдет И так ребят Женя у нас уезжает И он хочет поделиться Своими находками Он сегодня Один из лучших Копателей На сегодня Вот такой складин Откопал Но он его бомбанул Ну кто знал Это раз бомба Сегодняшняя его Потом вот такая вот Медаль Не нам Не вам Зачетная Вот Что у нас тут Есть царики Ой Серебро Ребята Царское серебро Но оно ушатно Вообще Ну это как Дальше Царик Еще один Вот интересный Пятак 1879 год Неплохой Вот от спичек Советская Пятачок Тридцать шестой Тридцать шестой Года Тридцать шестой Хороший Такой Ой Хороший Хотел сказать Ёпты Он вон Какой С запилами Тридцать шестой Год Сохран вообще Хороший Но Печалька Это Это от ремня Накладочка 1877 Ну да Я говорил Что 1877 И здесь вот Еще Дата С другой стороны Ну в принципе Вот так вот Накопался Фундамента Я сегодня Не шурфил Я сегодня Испытываю Новый прибор Именно по верхам И находки есть Так что ладно Наш фартовый Сегодня тоже Отличился Вот так относился Или так Ну вот так вот И на Мостас Да Вот так вот Не 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 Другой стороны Это надпись Задняя часть Ну ладно Продолжим Свой кок Ух ты Ёпты Иметь Ребята Это Ребята Интересная Штукована Жалко Что с утратами Это Валеный Валеный Завод Ну что Ребята Многие Не знают О этих Братьях Совсем Ничего И вы Так же Как и я Можете Найти Такой Жетон Шильдик Бирка Можно Называть Его По разному И хочу Вас Ознакомить С этой Находкой Поближе Торговый Дом Братьев Комаровых Своё Дело Предприимчивые Братья Николай И Сергей Начали В 1867 С пошива Бурочной Обуви В мастерских Открытых В помещениях Двора Их родового Дома Сохранивший И поныне Скупая шерсть У местного Населения Изготавливали До 600 Пар валенок В день В своё время Фирма удостоилась Медалью Парижской И Лепецкой А так же Российских Торговых Ярмарок В 1917 После революции Хозяин Николай Комаров Передал Фабрику Представителям Новой власти В годы Великой Отечественной Войны С 1941 По 1945 Фабрика Дала фронту 1 миллион 562 тысячи 928 Пар валенок Кроме того Отреставрировали Более 6 миллионов Пар В 70-е Продолжается Процесс Механизации Производства В результате Где Деус Пашок Прокати Меня Охренеть Вот это да Он мне коня Пашок На совсем Временно Охренеть Вот это Паша Вот это Деус Красавчик Вот это да Приколист Лошадка Его слушает Смотрите Красавчик Красавчик Ну молодец Паш Молодец Ребята Всадник Первую Вторую Умеет включать Пошли Смотри какой Хороший 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 Пошли Кинг Прекрати Фу Иди ко мне Иди ко мне А вы что-то Приучены К этому С собакой же Угу Не У пастуха Нет Собаки Нет Итак Ребята Сижу Вот Диман Шурфит Фундамент Конечно Не перспективный Но Находку Он зацепил Здесь Что там Дим Думаю Пуговичка Орлянка Пуговка Орлянка Сохран Наружный Вроде Неплохой А вот Внутренняя К сожалению Разъела То есть Просто Напросто Пуговица Раздавила Земля Ну Как вариант Находка Ну Ребята Я такие Фундаменты Не люблю Копать Потому что Засыпка Здесь Силон Аштук Лопаты Очень много Труда Отдают Именно Тому Что здесь Грунт Очень тяжелый Вот такая Глина Со связкой С землей Очень тяжело Ребята Копать Вот Я как бы Не зациклюсь На таких Фундаментах Я люблю Простые Пути Для Поиска Но Диман Легких Путей Не ищет Да Дим? Ладно И так Зайдешь Да Пойдем Пойдем Итак Ребята Сейчас Несколько Машин Уехало Видите Старый Шурф Кто-то Начал Выковырять И Серега С больной Ногой Сломанной Со Своим Сыном С Яриком Сняли Штык Лопаты И Я Просто Охренел Смотрите Что Выпало Выпал Вот Такой Пятак 5 копеек 1870 Но Это Ладно Когда Монету Переворачиваешь Та-дам Там Ребята Две Монеты Две Монеты За Лепуха Что За Монета Вторая Пока История Умалчивает Если Что-то Интересное А Это Низкопрофильная Низкопрофильная Двушка Пятачок В принципе Бодрого Такого Сохранчик Вот С этой Стороны Ну Здесь Зеленочка Я бы Я бы Не знал Серу Вроде Не горело Потому Что Как За Супуху Как Да А я Не Прилив Сохраню Да Пятак Бодрый С этой Стороны А вот С этой Стороны Не знаю Как Почиститься Не знаю Может быть Думаю Будет Более Менее Приличный Вот Так Вот Залипуха Две Монеты Пойдет Итак Ребята Я продолжаю В поисках Хорошего Фундамента Пацаны Остались Там Где Нашли Залипуху Я же Ищу Что-то Перспективное И снова Верховой С катушкой Снайперкой Я зацепил Хороший Сигнал И Это У нас Что Это Походу Трешка Трешка Непосредственно Образец Формат Николаевский А год 1898 Год Ну Она Подушат Ну Приятно То Что Это Крупная Медь Прикол Прикол Зачет Итак Ребят Ваня Спб Все В камнях Между камнями Сохран Вообще Ну Блядь Судя Потому Что Вы Там Залипуху Подняли То Да Ну Ладно Пойдет Итак Ребят Михалыч Собрался Домой Но Я Обязан Показать Количество Сейчас Вряд ли Вы Что-то Увидите Но Количество Ребята Внушает Больше 40 Монет И Цари И Совета Сенсации Конечно Нету Вот Пятак Очень Сложный Разглядеть Вот Трешка Царская Двушки Копейки Царские Есть Ну И Советиков Немножко Так что Ничего Особенно Сверх Естественно Нет Но Количество Конечно В очередной Раз Поражает И Потрясает У нас Ребята Приехали Еще Снова На машине В количестве Трех Человек Так что Ночь У нас Будет С Наумами Неодинокая Вот Так что Ладно Вот такая Вот Картинка У Михалыча На шурфе Шурф Дал О себе Знать Ну Ладно Попрощаемся С Михалычем Пусть У нее Дорога Будет Бежезла Дорога 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 В Дорога 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 Продолжение следует...